уважаемые друзья всем хорошего дня хорошего настроения коль мы сейчас с вами общаемся значит мы все живы и это слава богу смотрите жизнь кардинально меняется для многих из нас очень многие сейчас приводятся на работу онлайн дистанционно но это не секрет то есть моем окружении ну наверное процентов 70 людей сейчас работают именно онлайн в том числе в своей практике то есть я сейчас больше работаю с людьми именно по skype поэтому нужно четко для себя принять эти новые условия в которых мы оказались мы не знаем насколько долго это будет продолжаться но тем не менее если сейчас вы оказались в этих условиях значит нужно что-то сделать для того чтобы чувствовали себя максимально комфортно и попробую сейчас вам дать несколько простейших советов как адаптироваться к этим новым условиям первый момент на который нужно обратить внимание помните пожалуйста что вы всего лишь навсего человек вы не робот вы не можете себя вот переключить вот таким образом по щелчку то есть какое-то время должно пройти для того чтобы втянулись новые условия у каждого этот период будет происходить по-разному кому-то понадобится три дня кому-то неделя может кому-то больше пожалуйста в этот период помните что очень важно учиться быть терпеливым саму себе конечно внутренне критические родители будет постоянно говорить вам что вы такой-то сякой-то и так далее но если вы осознаете это вам будет гораздо проще учитесь в этих условиях как можно больше одобрять и хвалить своему себя это будет вам второй совет то есть обращайтесь к внутреннему ребенку закрывайте глаза неважно там вечером или в процессе рабочего дня когда у вас попадая выпадает а минута две-три для того чтобы побыть один на один с собой закройте глаза представьте себя маленьким и скажите себе что вы себя любите что вы всегда и во всем будете поддерживать себя дальше смотрите третий аспект это уже из практических моментов очень важно правильно организовать свое рабочее место обязательно выберите то место где вы могли бы позволить себе не отвлекаясь на внешние факторы максимально сохранять свою работоспособность организуйте место так чтобы вас ничего не отвлекало если нет возможности но я понимаю что все мы живем в разных условиях кого-то возможно и не получится уединиться в какой-то отдельной комнате в каком-то отдельном месте тогда хотя бы просто вот этот небольшой клочок где вы будете работать организуйте так чтобы вас ничего не отвлекало ну и конечно попросите своих близких в этот период вести себя потише почему-то что но мало того что вы будете накапливать эмоциональную вот эту энергию которая может быть во многих случаях будет взрывоопасной поэтому конечно окружающим нужно бережнее относиться к тому кто вот сейчас полностью увлекается в тот или иной рабочий момент пожалуйста учтите это тоже дальше смотрите очень важно вести список дел что значит список дел вы можете это не план вы просто расписываете для себя то что вы непосредственно должны сделать это не обязательно примут по времени вы организуете да а просто для себя расписывайте сегодня вот примеру я вышел с вами в эфир если написал что сегодня должен сделать видео для телевидения принять столько-то клиентов сделать еще определенную работу для тех людей которым я помогаю дистанционно через инстаграм примеру то есть вот такие основные метки вы набрасываете для себя это усиливает во-первых эффективность рабочего процесса во-вторых увеличивает вашу эффективность как человека который включается в этот рабочий процесс но и усиливает вашу мотивацию дальше смотрите обязательно составьте расписание в этом расписании обязательно нужно включить время для вашего отдыха ну так как я постоянно работаю с клиентами помогая им в том числе сейчас адаптироваться к новым условиям очень многие те кто сейчас приходит на работу онлайн говорят мне о том что но у них просто нет возможности отойти от этого экрана и так далее обязательно помните о том что все-таки это не работа не вы для работы а работа для вас обязательно помните об этом четко обозначайте свое место в этих условиях конечно напоминайте всеми что вы человек приводил всего лишь навсего человек то есть очень важно снять вот это внутреннее напряжение поэтому поработали полчаса час там и так далее выделите себе две три четыре пять минут для того чтобы сделать простейшие физические упражнения может быть просто вздохнуть и отключив все побыть в молчании все что хотите но я обычно в обеденный перерыв тем более если вы дома находите сейчас своим клиентам рекомендую на 20-30 минут прослушать какую-то медитацию наушники в уши в уши легли и расслабились хорошо переключает ваше сознание наполняет энергии и дает возможность дальше в течение дня быть более эффективным в рабочем процессе смотрите как я уже сказал обязательно нужно четко помнить и напоминать себе что это работа для вас они вы для работы очень важно идентифицировать себя в этот момент четко определяя кто вы в этом процессе это нужно каждый раз себе повторять в том числе вот допустим я обычно рассказываю таких случаях не я иду на работу потому что я должен ходить на работу а я хочу заработать деньги для того чтобы у меня были ну средства для существования то есть меняете должествования на хочу здесь наверное уместно будет сказать что любые ваши когда вы используете в диалоге с собой монологи с собой должен обязан и так далее это интроекты это не переработанные программы которые навязаны вашими родителями социумом и так далее поэтому четко для себя каждый раз красной линии подчеркивайте это работа для меня а не наоборот ну и пятый момент конечно умерьте вот свой перфекционизм повышенные требования к себе каждый раз напоминайте себе что вы всего лишь на всего человека ваши возможности ограничены даже если будет начальник там со всех сторон будут на вас прессинговать и будут требовать то-то 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 помните о том что вы человек а значит ваши ресурсы очень-очень ограничены ваша задача независимо от того кто и что он сейчас говорит остаться с охраной вы можете амортизировать то есть допустим кто-то из начальников начинает звонить помогает требовать то-то то-то вы спокойно стараетесь отвечать да конечно ну и конечно опять же очень важно ну кстати вот эта фраза да конечно снимает напряжение во первых вашего оппонента во вторых она позволяет вам плавно перейти уже к диалогу с этим человеком ну и конечно чётко для себя обозначайте место которое вы занимаете по отношению к вашему оппоненту по ту сторону экрана по ту сторону телефона есть его подчиненная чётко говорите я подчиненный он начальник гораздо проще будет воспринимать его или ее негативные какие-то послания вам гораздо проще тогда вам не надо ничего доказывать потому что как знаете как всегда есть такая замечательная фраза начальник всегда прав если вы будете будете помнить об этом вам будет гораздо проще остаться сохранным а это значит спокойным ресурсированным способным принимать те или иные решения в вашем рабочем процессе специально для 8 канала суммарен олег юрьевич практикующий психолог спасибо вам